И, соответственно, небольшая заминка возможна. Но уже тут и все получилось, на мой взгляд. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Филипп Березин. Я главный редактор портала Прян.ру, ведущего русскоязычного портала о зарубежной недвижимости. Как я уже сказал, немножко волнуюсь, поскольку вебинары мы проводим регулярно. А вот сегодня наш первый опыт в Телеграме. И называем мы это все волшебным словом «стрим». И вот сейчас я пригласил уже к общению нашего гостя. Кажется, у меня это тоже получилось. Эрик, день добрый. Привет, привет. Слышно ли меня? Да, все. Отлично тебя слышно. И это просто замечательно. Кроме того, вроде запись я тоже включил. Поэтому мы сразу без какой-либо задержки можем перейти к нашей беседе. Итак, мы начинаем нашу видеоактивность в Телеграм. Мы перенесли ее сюда по разным причинам. Во-первых, перенесли ее не постоянно. То есть мы будем проводить и конкретные вебинары. Но сейчас наше общение, оно такое... Ну, Телеграм, как такая штука, более демократичная. Она позволяет общаться более быстро, более оперативно, более активно. И наша беседа сегодня с Эриком Вартенфельдом, специалистом по инвестициям в недвижимость. Наверное, не очень будет верно, Эрик, вас представлять как специалист по какой-то конкретной стране. То есть вы работаете с самыми-самыми разными странами. Можно пару слов тогда об этом в виде такого приветствия от вас? Фил, привет. Мы можем вполне на «ты» перейти. Да, на «ты», да. Как я только что сказал. Вот. Да, я живу в Финляндии. Я работал много лет в недвижимости. И в разных странах. И в Турции, и в Таиланде, и в Эстонии, и здесь, в Финляндии. И с Южной Европой и так далее. Поэтому, в общем, как бы представляю, как этот рынок работает. И сейчас в большей степени занимаюсь не классическим инвестициям в недвижимость, а скорее не прямым инвестициям, то есть через различные финансовые инструменты, позволяющие получать пассивный доход. Вот то, чем я сейчас преимущественно занимаюсь. Окей. Но я скажу так. Мы рассчитываем, что наша беседа будет длиться, наверное, около получаса, плюс-минус. Но поскольку это наш первый опыт, никогда не знаешь, как пойдет. Давай начнем тогда с тобой с такого общего вопроса. С одной стороны, вроде как ковид завершен. И мы думали, что с завершением ковида жизнь вернется в определенное русло. Но, к сожалению, произошли совершенно иные события. Беды, проблемы, трагедии. По-разному это можно назвать. Но понятно, что того русла уже, по крайней мере, для значительной доли инвесторов, говорящих по-русски, сейчас просто нет. И вообще жизнь очень сильно изменилась. Но все-таки, если мы будем говорить о ковиде, как неком феномене, который тоже очень сильно повлиял на нашу жизнь. Последствия ковида для недвижимости как инвестиционного инструмента. Какие они, как бы ты их описал? Это зависит от того, о какой недвижимости мы говорим. Если говорить о недвижимости, скажем так, классической. Ну, ты живешь в Санкт-Петербурге, есть квартира в городе, которую можно сдавать в аренду. Или там, я живу в Хельсинки, можно платить в Хельсинки. Это как бы одна история. То есть городская недвижимость. Если мы говорим, давай ограничиваем тяжелой запись на недвижимость. То это сильного влияния я ковида не заметил. По крайней мере здесь, в Центральной или Северной Европе, во всяком случае. Другое дело, когда речь шла о курортной недвижимости, поскольку для многих покупателей зарубежной недвижимости первое, что приходит в голову, это покупка именно курортной недвижимости. Ну, так сложилось. Где-то побывал, понравилось, хочу там жить, купить, а дай бог, что издавать. Вот по ним, конечно, ковид очень сильно ударил. Потому что возникли проблемы с перемещением по свету не только самих владельцев недвижимости, но и их потенциальных клиентов. Возник дисбаланс между предложением и спросом в силу тех же самых ограничений. Ну и так далее. То есть, в этом случае ковид, конечно же, очень сильно, как мне кажется, ударил фотографии с этим людей, которые покупали недвижимость в надежде на курортную доходность. Если мне память не изменяет, еще до ковида, когда мы с тобой общались, ты вообще не, ну, довольно так, специфически воспринимал перспективы любой недвижимости курортной. То есть, для тебя курортная недвижимость и доходная недвижимость, это были, ну, если не совсем противоположности, то что-то подобное. С чем это было связано и твое ощущение, что-то изменилось за последние, там, несколько, там, год-два, допустим? Ну, тут надо добавить одно слово, слово пассивный. То есть, как бы, я понимаю прекрасно, мы сами занимались вплоть до самого начала ковида активно арендой недвижимости здесь в Хельсинки. Это был очень успешный бизнес, пока он не схлопнулся из-за тех же самых причин. Вот. То есть, само по себе, как активная работа, аренда недвижимости, это прекрасный бизнес. Если ты сам этим занимаешься, или ты управляешь компанией, в которой там есть вся эта идея. Но это очень далеко от слова пассивный. А мне очень нравится, когда деньги приходят сами по себе. То ли возрастное, то ли не знаю что, но мне очень нравится, когда есть механизмы, позволяющие деньгам работать на тебя и просить тебе доход, без того, что ты постоянно этим занимаешься. Вот. И с этой точки зрения курортная недвижимость мне казалась достаточно давно уже не самым правильным выбором. Хотя он является наиболее логичным выбором, повторюсь, для покупателей, например, из России, не только из России. Собственно, из Скандинавии та же самая история. Мне, ну, как бы, если говорить о долгосрочном инвестировании, то долгосрочное инвестирование вообще, на мой взгляд, и долгосрочная аренда вполне может рассматриваться в любая точка света, где живут люди, там, я не знаю, работают, учатся и так далее. В данном случае нет смысла покупать курорты. Курорты, как правило, покупаются для этого странного гибрида «хочу и сам, и хочу и заводить». Вот это мне всегда не нравилось. Когда вот и так хочу, хочу немножко и пожить, и пускай еще поздает, и прочее-прочее. Ничего, в принципе, вредно в этой схеме нет, но она имеет длинное количество минусов. И она упирается в один очень важный фактор – это наличие того, кто ваши эти проблемы будет решать. Например, компания, которая будет в нужное для вас время эту квартиру освобождать, а вы обычно хотите ее пользоваться именно в самое лучшее сдаваемое время, как правило, и в ваше остальное время будет допускать вам арендатору, да еще и делать так, чтобы они ничего не сломали, не украли, не утащили, заплатили и прочее-прочее. Поэтому бизнес кажется хлопотным и на выходе не таким уже выгодным. Ну, то есть, по большому счету, если я правильно тебя услышал, сам ковид как таковой – это, в общем, не столь уж большая проблема. Но да, какое-то время туристические потоки замерли, какое-то время приезжать стало затруднительно, и там, не знаю, в том же самом Таиланде компании не смогли выплачивать там даже в некоторых случаях свой гарантированный доход, но кто-то и выплачивал. Но, по большому счету, эта история рано или поздно заканчивается. А вот те трудности, связанные с управлением и с невозможностью сделать именно пассивный доход, как бы основным, на твой взгляд, остались главным таким минусом, который, в общем, и плюсом-то стать никак не может. Проблема управления своей иностранной недвижимостью сейчас ухудшилась в разы, кстати, с ковидом. То есть, ковид был, на самом деле, прекрасным временем, потому что не было ограничений, связанных с проплатами, не было сложности, связанных с локацией, скажем так, владельца счета в иностранном банке, я имею в виду, если он из России, это проблемно в ряде странах, и так далее, и так далее. То есть, ковид... Вот мы недавно вспоминали как раз о том, что в начале ковида, когда... или ковид, я не знаю, как здесь правильное ударение ставить, Хельсинский центр, вокзал, который всегда полон людей, был абсолютно пустой. Там не было ни одного человека. И мы думали, что как будто оно просто как после, я не знаю, взрыва какого-то. Сейчас вообще ничего нет, ничего не напоминает. И мы недавно как раз это обсуждали со знакомыми, насколько правдиво было когда-то утверждение, что вот ковид – это то, что изменит мир навсегда. Я не знаю, как ты лично чувствуешь. Вот ты чувствуешь, что он тебя изменил. Мне кажется, он как бы прошел, я о нем особо не помню. Я не вижу масок, не вижу никаких последствий этих мест, где делали тесты или прививки. Как-то вот то ли память человеческая такая, то ли другие вещи происходят активно, поэтому забывается. Я боюсь, что... Безусловно, я соглашусь, что такой сильной памяти о ковиде нет, хотя сейчас заболеваемость, опять же, по всему миру вроде растет, и действительно есть, к сожалению, в моем окружении сейчас люди довольно тяжело болеющие, но по всей видимости я предполагаю, что для людей, ну так или иначе связанных с зарубежной недвижимостью, например, в России, сейчас все, что происходит с конца февраля, настолько сильнее, сильнее и, наверное, для кого-то страшнее, для меня, наверное, страшнее. Соответственно, понятно, и инвестиционные, и инвестиционные мотивы тут звучат все меньше и меньше, хотя потребности в инвестициях как таковых есть, причем вот сейчас она, я это точно могу сказать, очень у многих уже связана просто с сохранением, то есть вот с сохранением, а под сохранением подразумевает как раз иметь возможность часть денег хранить, допустим, в России, часть денег хранить за границей. Вот в этом смысле, кстати, на твой взгляд, вот можно ли сказать, что в пандемию и сейчас инвестировать стало проще, потому что понятнее, потому что меньше выбор, потому что вроде пандемия показала, что хорошо, а что не очень? Возможно, кому-то пандемия показала, что стоит все-таки ставить не на курортную недвижимость, а, допустим, на городскую. Не знаю, там покупали квартиру в Барнии, а не поставили квартиру в Софии, или там вместо того, чтобы покупать ревехи, не стоит ли купить ее, допустим, там, не знаю, в Мадриде, к примеру, если бы произвольно просто показывали равенную курортную и не курортную месту. Возможно, для кого-то это и был сигнал, но не для всех, потому что, скажем так, массовый покупатель недвижимости, он, как правило, очень инертен, то есть он очень сложно меняет направление, как большой корабль, который не может, наверное, повернуться. Вот он привык покупать квартиру в море, вот он так и продолжает мыслить, полагая, что раз ковид закончится, теперь закончилась как бы эта беда. Но, к сожалению, как ты правильно упомянул, наглядная беда гораздо большая, и с точки зрения инвестирования она, на мой взгляд, представляет гораздо большую проблему, по крайней мере, для российских покупателей недвижимости, поскольку, во-первых, да, если у вас есть уже недвижимость, вам нужно каким-то образом, например, коммунальные платежи и прочие вопросы решать. Как вы сейчас не можете это сделать без платежных систем, которые принимаются в целом мире, имея в виду визу от РК. У вас есть компания, которая этим там занимается, куда-то она даже вашу прибыль приводит, счет вам, может, счет не откроет, или открытый счет закроет. Мне кажется, сейчас стало гораздо сложнее. И ковид в этом смысле, как я уже сказал выше, был хоть и испытанием нешуточным, я же даже не про здоровье, а именно про инвестирование, но гораздо меньшим, чем нынешняя неприятная, мягко говоря, ситуация. Я сейчас повторюсь, я говорю, что что-то проинвестировать. Хорошо. Ну, а скажем, вот сейчас, по крайней мере, последние, там, несколько месяцев, говорят о том, что там акции падают, там, золото падает. Я не особо специалист во всех такого рода инвестициях, но, по крайней мере, как-то видится, вот ты сейчас в Финляндии находишься, в Финляндии не доказал ли недвижимость свою, ну, относительную надежность, опять же, или меньшую волатильность относительно, опять же, акций, там, криптовалют, которые стоили безумно, сейчас вроде уже не столь безумно. Вот в этом смысле не является ли она сейчас таким приятным исключением? Видишь, недвижимость, особенно для постсоветского человека, но не только для него, всегда имела, знаешь, как поэт в России больше, чем поэт, а квартира это больше, чем просто недвижимость или инвестиции в нее. Это некий сакральный, так сказать, актив, маленькая, но своя, родной угол и прочее, прочее. И поэтому объективно оценивать инвестиционную привлекательность недвижимости можно только на холодную и независимую от вот этих клише голов. И если смотреть на инвестирование, инвестирование предполагает долгосрочную стратегию. То есть это не то, что сегодня цена одна, а там в январе была другая, или через полгода будет иная, и поэтому все пропало, или наоборот, замечательно. Спекулятивного роста недвижимости, ровно как и падение, не может быть в странах состоявшейся экономикой. Еще в России недавно можно было там на начальном этапе заработать 30-50% буквально за годы-два. Действительно, такая возможность была. Не знаю, будет ли она в дальнейшем. В любом случае, для Запада это совершенно не свойственная спекулятивная степень колебания цены. Что касается инвестиций, то надо смотреть какими же честными отрезками времени. Возьмем, например, 5 лет. Мы видим, что крипта выросла за 5 лет неизмеримо больше, чем любая недвижимость в любой европейской стране. Даже просто сравнивать нельзя по росту. 6-10% за 5 лет versus 60-600%. Я беру в зависимости от того, на какую монету будет смотреть. Или там по поводу акций. Смотря какие акции мы рассматриваем. Поэтому я не считаю, что недвижимость в данной ситуации... Может быть для людей, которые называют очень узкими промежутками времени. Типа вот я купил 3 месяца назад квартиру, вот видите, ничего себе не произошло. А еще я положился в биткоин и рухнул на 40%. С этой точки зрения, наверное, ему кажется, что недвижимость – это класс. Я так и снял. Хорошо. Я тогда перейду к вопросам, которые нам задавали наши зрители еще до вебинара. И как раз первый вопрос в продолжении того, о чем ты говорил. Ну, коли ты находишься в Финляндии, понятно, что ты сам сказал, что ты занимаешься не только и уже не столько финской недвижимостью. Но, тем не менее, все-таки, говорят там... Вопрос формально звучал так. Слышал, что русские там все продают, но покупать все равно невыгодно, потому что цены падают даже в Хельсинки. Вот финская недвижимость и инвестиции. Что ты сейчас про это можешь сказать? Ничего нового. Я никогда не считал финскую недвижимость хорошей инвестиционной идеей. Это больше про сохранение капитала, больше для удержания денег где-то неподалеку от, например, той страны, где ты живешь. Тебе проще приехать, не надо идти на самолете. Можно переехать на автобусе в страну, где твоя недвижимость находится, и при этом находится в трудной безопасности от, скажем так, соседних каких-то посягательств на нее. То есть в этом смысле соседство является удобным фактором доступа к своей недвижимости. При этом, вот у меня на глазах, мы вчера встречались с инвестором, который сюда вложил достаточно большие деньги, например, последних пяти лет. У него две истории, которые показывают, что недвижимость и в Финляндии тоже достаточно сложная штука. Первое, вкратце буквально скажу, это неподалеку. Если говорить о классической проблеме Испании, где есть у вас так называемые, там занимают недвижимость, там решают это разными способами, в том числе не совсем легально. Финляндии это невозможно, поэтому приходится идти в суд. Уже полтора года бьется человек, который уже задолжал денег, там, тысяч сорок. Это все минусы. То есть человек арендовал у него недвижимость, но не заплатил? Да, не заплатил. Мало того, этот человек обвиняет владельца в том, почему же он тогда его раньше не выгнал. А человек в Москве все это время и занимался только тем, что писал ему письма, заплатите же, заплатите же. Мало того, этот хитрый финский человек еще и сдал часть своей площади другим людям и зарабатывал на этом, не платя своему владельцу. Это одна история. Она длится полтора года уже, как я сказал. Вторая история была связана с тем, что Кек купил подвальное помещение, которое использовалось как спортзал. И по случайности, когда проверяли городские службы соседнюю площадь, где были облены нарушения, заметили, что данная площадка не может быть использована для спортзала, только для склада. Потому что там есть достаточно вентиляции и пожарного выхода. И он влетел опять на большие расходы, потому что надо было проводить новую вентиляцию, делать дверь, поскольку у него был фиксированный контракт с этим спортзалом. К тому же он сплатил достаточно хорошо. Как склад он бы не заработал половину того, что он зарабатывал на спортзале. Ну, как пример, очень вкратце, можно дальше и глубже идти. В любом случае, недвижимость хорошо. И, знаешь, есть такой порядок ошибка выжившего. Когда один человек, доплывший, грубо говоря, до берега, говорит, ну что ты, господи, два километра с корабля, и все, и мы все живем. 900 человек не доплыли. Но мы знаем про победителей и мало знаем про проигравших. Поэтому прекрасно, когда у человека что-то получается, все складывается, будет правильно партнера, по-прямому не обманывается, все ему делают, хорошо ему зарабатывают, и сам хорошо зарабатывается. Все довольны, здорово и классно. Квартира в состоянии, растет в цене и не портится. Никаких случайных ремонтов не возникает. Замечательно, но это не правило. Окей. Тогда вопрос о другой стороне. Ну, ты сейчас был в Испании, а вопрос был, что будет происходить с рынком недвижимости курортных городов в Турции в ближайшие годы. Ну, опять же, тут вопрос как раз весьма и весьма понятный, потому что, ну, я не знаю, насколько глубоко ты сейчас погружался в последние месяцы в рынок недвижимости Турции. Ну, понятно, что россияне, да и не только россияне, украинцы, казахстанцы очень активно сейчас приобретают недвижимость в Турции. И цены там растут даже в долларах и евро. Про несчастную лиру я уже не говорю. Про процентов инфляции это даже России не снилось. Да, хорошо, что у нас сейчас сны, конечно, невеселые, но все-таки в финансовом смысле таких невеселых снов не было довольно давно. Но, тем не менее, вот при этом, ну, все равно там 70-80 тысяч долларов или евро это вполне реальная турецкая цена по-прежнему. И там в той же Испании или в Италии на курортах таких цен все-таки практически нет. Вот на какие вопросы самому себе ответить инвестору? С какой стороны ему сейчас смотреть на рынок недвижимости Турции, коли он его рассматривает в том числе или, может быть, в первую очередь для сохранения средств? Я думаю, что человек, выбирающий сейчас, допустим, между сравнимыми странами Турции и Испании, допустим, там Тревьеха и Малании, поскольку они более-менее похожи по ценовому диапазону, более-менее, то он, наверное, для приятеля решения будет учитывать и иные факты, кроме как стоимость и то, что он получит из денег. Это возможность путешествовать, это отсутствие проблем, связанных с санкциями или влиянием на него, открытие счета и прочее-прочее. В этом смысле, конечно, Турция является более легким вариантом, и поэтому такой поток туда людей. Потому что как бы человек ни относился к происходящему, ему все равно приятно, когда приезжает в страну, которая, в общем-то, так более-менее дружелюбно себя ведет. Ну, как-то, видимо, подсознать нам это проще. Вот. Поэтому, конечно, ситуация, сложившаяся с конца февраля, она сильно повлияла на приток покупателей в Турцию. У меня несколько знакомых человек покупали там паспорта, когда еще было дешевле это, до поднятия цены. И таким образом решали вопрос. Огромный был вал регистрации компаний в Турцию. Там тысячи компаний россияне загрязнены в течение марта месяца, потому что они переводили туда свой бизнес. И прочее, прочее, прочее. Поэтому в Турции есть целый ряд плюсов, которые не являются непосредственно связанными с недвижимостью. А если непосредственно? Вот предположим, что, ну, тоже, вот опять же, такой вопрос от другого нашего зрителя. Есть сумма около 100 тысяч евро. Как лучше инвестировать с учетом всех там инфраструктурных рисков с инвестированием через российских брокеров? Можно купить, вот он рассуждает, можно купить недорого объекта за 50 тысяч, а остальное вложить в другие инструменты и так далее. И такой человек пишет, что у меня есть 50 тысяч евро в России, но есть возможность перевести их за рубеж. Хочется немножко приумножить, может быть, и получить профит, но с минимумом риска. Что такое сейчас с минимумом риска? Если, ну, понятно, есть риски политические, да, и сенсационные. Если их не брать, то что сейчас может быть? Какая бы... Вот Таиланд, например, ты же рынок Таиланда знаешь просто глубоко и изнутри. Вот что ты про него, например, скажешь? Про Таиланд? Да. Ну, опять-таки, не хуже, не лучше страна, в которой продается недвижимость, которую можно сдавать в аренду, краткосрочную, долгосрочную. И тут, по сути дела, без разницы. Нет страны, которая более удобна для инвестирования. Там нельзя сказать, что там Испания лучше, чем Турция, Турция лучше, чем Таиланд, Таиланд лучше, чем Болгария. Их нельзя ставить в такую очередность. То есть они все имеют плюсы и минусы, и внутри каждой страны существует более, на мой взгляд, правильные локации, для инвестиций, но не менее правильные локации. Я считаю, что особенно в нынешней ситуации нужно покупать поближе, нужно покупать то, что можно сдавать в долгосрок. Меньше проблем будет с посредниками, меньше проблем будет с арендатором, меньше проблем будет с агентством, которое будет вести эту аренду, потому что просто она будет менее задействована в работе с этим арендатором. И я бы пошел по пути, выбирайте город, а не курорт, не курортное место. Что касается суммы, я ни в коем случае не рекомендовал бы вкладывать все в один объект. Ну, в конце концов, если у вас есть 50 тысяч, давайте исходить из так называемого закона Паскаля, который знают многие профессиональные инвесторы. Посмотрите, что будет, если вы не правы. Ну, попросту говоря, что будет, если ваша квартира, которую вы купите за последние деньги, перестанет вам приносить доходность, или вы попадете на расходы, связанные с ремонтом, которые перекроют вашу доходность в разы. То есть, насколько это для вас смертельно? Вы расстроитесь, вы начнете рвать на себе последние волосы, или вы просто-напросто считаете, что жизнь закончилась. Посмотрите худший вариант, который будет в случае, если пойдет все не так, как вы планируете. И в этом смысле я сторонник диверсификации. То есть, корзин яиц, когда можно вставить в разные корзины. В этом смысле инвестиции опосредованные, непрямые, которыми я занимаюсь, они как раз хороши, поскольку они предполагают маленькие возможности вкладывать. Тысячи евро, десять тысяч евро, пятнадцать. Шует фондовый рынок, он никуда не делся, при всей его корявости. Шует крипта в той степени, или крипта, кому как раз удаление ставить, в которой тоже часть капитала может находиться, если вы готовы к рискам. И так далее, и так далее. То есть, чем на большее количество корзинок вы разложите, тем спокойнее будете спать. Никогда не стоит вкладывать последние деньги в один объект. Далее, что вам кажется, совершенно замечательно. Окей, хорошо, тогда мы сейчас перейдем уже к части, связанной с коллективными инвестициями. А я просто, раз уж мы заговорили о Турции, о Финляндии и об Испании, проанонсирую уже наш следующий семинар, который мы также будем проводить в Телеграме. Это состоится в ближайший четверг. Будем говорить о недвижимости Турции с экспертом компании Atabek Estate Александр Иковакчи. Это будет, по-моему, в 13.00 по петербургскому времени в ближайший четверг. Но, естественно, на Телеграм-канале Priam вы подробный анонс этого события увидите. Эй, ну тогда давай вернемся к коллективным инвестициям. В двух словах, поскольку, может быть, не все наши зрители понимают, о чем идет речь, и не все знакомы с вот этой стороной твоей деятельности, которой ты занимаешься уже довольно давно. Что это такое и как это работает? Пока не будем трогать ситуацию с ковидом, как это работает в теории? В теории это работает следующим образом. Допустим, мы с тобой решили зарабатывать на недвижимости. Мы нашли квартиру в Санкт-Петербурге, которая стоит, не знаю, 10 миллионов рублей. К примеру, я сейчас беру какие-то произвольные цифры, может, это вообще не цифра для Питера. Такие есть, более того, это не бог есть что. Да, окей. Мы складываем с тобой по 5 миллионов, становимся солодецами, равными совершенно в правах и обязательствах на эту квартиру. И сдаем ее в аренду, которая нам приносит, не знаю, там, сколько там, полмиллиона рублей в год, к примеру. Не придирайся к цифрам, это я просто беру произвольно, чтобы объяснить систему. Может быть, я неправильно цифру говорю. В любом случае. И эти полмиллиона по количеству налогов мы делим все пополам. Таким образом, мы с тобой являемся владельцами квартиры, на которую в одиночку у нас не хватило бы средств, а доход с этой квартирой мы делим между собой. В той же пропорции, в которой мы купили квартиру. Теперь представьте, что у нас 10 человек. Каждый день вкладывает по миллиону и получает одну десятую от дохода. Вот это примерно смысл коллективного инвестирования. Есть краудфандинг, наверное, может быть, кто-то слышал про это понятие. Да, это много. Вот, возможно, выстрелили проект, который возможно выстрелить в будущем. И так далее, и так далее. Это более рискованные вещи, разумеется. То, чем я занимаюсь, это все связано с недвижимостью, но только это, скажем так, непрямые инвестиции в компании, которые занимаются, допустим, ремонтом, реновацией или строительством. Эти компании привлекают капитал под определенные гарантии доходности. Вот мне эта тема нравится, поскольку там небольшие цифры. Я это делаю как бы для каждого сайта. И для себя, и для нас, и прочее. Ну, вот вкратце система такая. Значит, если я правильно помню, было несколько проектов у тебя, но мы говорили о них еще в девятнадцатом году, может быть, в двадцатом. В двадцатом, наверное. Я думаю, мы не проектов стали тогда, да. Да. В Германии, не во Франции, если я не ошибаюсь. Совершенно верно. Вот что с ними произошло? В двух словах буквально. Что это за проекты? И что с ними произошло за последние месяцы? Как на них повлиял ковид и все иные ограничения? Тебе больше не было французский проект, это вообще проект, связанный с туризмом, так или иначе. Да. Вот именно с Францией он повлиял сильнее, потому что период, наиболее тяжелых периодов в рамках ковида, у них не было разрешения даже строить, потому что нельзя было собирать строителей на площадку. Тем не менее, они продолжают работать, и у них, насколько я знаю, заканчивается период выплаты гарантированных доходностей, которая была в контракте, и работа идет. То есть, компания работает как и раньше. То есть, у них произошла где-то полуторагодовая задержка со сроками сдачи, в силу того, что вот ковид на них повлиял. Они выполняли все эти полтора года свои обязательства? Частично. Например, в прошлом году из четырех выплат они выплатили три. И они сейчас накапливают деньги, чтобы выплатить их в этом году. У них были задержки, о чем они сообщали и объясняли причины. Значит, если я правильно помню, это просто строится и реконструируется туристический объект, замок, вот что-то. Верно. Территория вокруг замка – это гольф и спа-резорт, который что-то реновируется, что-то достраивается. И там недвижимость продается как полностью от апартаменты, так и частями. То есть можно купить долю, там, по-моему, одна двенадцатая, самая минимальная, от квартиры можно купить. То есть остается актерное общество, если он покупает недвижимость, недвижимость делится между двенадцатью в худшем случае, а может быть и меньшим количеством инвесторов, кто-то может купить две доли, четыре доли, или шесть долей, или восемь долей, сколько угодно. И таким образом распределяется прибыль. Примерный размер входа в этот проект? Начинался с двенадцати тысяч, по-моему, сейчас, по-моему, восемнадцать шестьсот или восемнадцать девятьсот. То есть цены до этого времени достаточно где-то процентов на пятьдесят выросли. Цены выросли просто потому, что стоимость проекта, собственно, выросла. Просто одна дверь осталась только условной дороги. По мере того, как все больше было, чтобы казать, компания повышала цены, потому что легче было привлекать инвесторов. Гораздо сложнее было, когда ты показываешь, что и в поле, и говоришь, вот здесь будет такой-то комплекс. Сложнее. Сейчас, когда там большая часть построена, гораздо проще, и уже нет необходимости сильно экономить на ценах. Я правильно понимаю, что, условно говоря, те люди, которые вошли в этот проект два-три года назад, они, по большому счету, ничего не потеряли. Единственное, что, как ты сказал, в не полный мере идет пока возврат денег относительно того графика, который был обещан изначально. Да, да. У них получилась задержка в общей сложности по сдаче проекта на полтора года. А как решался этот вопрос, если кто-то хотел выйти заранее, если какие-то судебные были прецеденты, или, в общем, люди есть? Все как бы абсолютно адекватные, понимают и говорят, не проблема, все бы подождем, мы покупали не для быстрых денег. Большинство людей интересует обратный выкуп, который будет в будущем, поэтому их задержки с выплатой этой гарантированной доходности не сильно мучили, скажем так. Ну, по крайней мере, я не знаю, может, кого-то это больше с кем перезатронило. У меня среди моих все достаточно спокойно, да и нормальные. Окей, хорошо. Ну и тогда следующий вопрос про твой проект, который был в Германии. Был? Что он собой... Какие-то изменения, все идет как число. Немцы, народ струклезный, к тому же там не было курортной составляющей, там было исключительно обычное жилье в немецких городах, то есть там нет зависимости от ковида или от туристических ограничений. Вот. Здесь все идет без... Парк слов по механику этого проекта, как это работало? Или работает? Да, работает. Он работает уже много лет достаточно, и механика такова. Есть компания, называется ГГХ Холдинг, без других секретов, которая с 2008 года специализируется на реновации старой недвижимости. То есть с ним покупают убитое жилье, делают с него конфеты и продают. Просто говоря, ну, любой человек, который когда-либо покупал старую, там, не знаю, квартиру или студию, ремонтировал или перепродавал, знает, как этот бизнес построить. Должен купить дешевле рынка, должен поместиться в какой-то более-менее бюджет по ремонту и продать так, чтобы это было тесно-либо. То есть продажный сайт должна быть больше, чем сумма покупки и расходов. Верно? Верно. То же самое делают, но гораздо более других масштабов. Моя проекта там сразу по 30, 50, по 100 квартир. Особенностью этой компании заключается в том, что они покупают, как правило, проекты, которые имеют самую архитектурную ценность, историческую ценность. Важность этого момента заключается в том, что немецкие покупатели такого рода недвижимости, они получают налоговые вычеты. Поскольку, когда компания, например, покупает старое жилье или старый проект какой-то, который является, имеет статус такого исторического памяти, архитектурного памяти, то за время его ремонта и приведения как бы в современное состояние, например, уходит два года. В течение двух лет покупатель недвижимости платит первый взнос, по сути, покупая вот эту самую старую никчемную территорию, которую нужно еще приводить в порядок. В течение двух лет платит равными платежами. Вот эти равные платежи, которые, в сути, вкладывание инвестиций в ремонт, они являются налоговытаемыми из-за дохода. И за счет чего он получает существенно ниже стоимость своей недвижимости, чем та, которую он изначально подписал в контракте. Потому что он получает налоговый вычет. Все это знают, и поэтому это такой проект очень большой. Это 40 таких проектов в данный момент. Я очень люблю эту компанию, я все там перекопал, и мы спокойно, и поэтому я туда сомневаюсь. То есть ты сам туда инвестируешь, и в течение нескольких лет уже... У меня все портфели, у меня на всех детей, на четверых из пяти детей, у меня там есть инвестиционные портфели. А что ж, пятый? Слишком большая уже, сама большая начальница, к тому же еще и в банке. Твои вложения для нее уже не столь ценные, да? Да. Ясно. Хорошо. Ну смотри, тогда еще такой заключительный вопрос по коллективным инвестициям. Мы уже будем подводить некие итоги. Инвестиции, вот эти коллективные истории, тут как бы в Германии сумма, которую ты мог вносить изначально, была меньшей. Ну, например, в данном случае там есть два варианта, один из них это разовые инвестиции, там минимальный вход 5 тысяч, а есть еще накопительные программы, они не такие выгодные, но позволяющие создать капитал. Там вход вообще от 100 евро в месяц. Вот. Но, понимаешь, это такой момент, связанный с такого рода инвестированием, которое не для всех заходит. Во-первых, на данный момент, на данный момент компания не принимает инвесторов из России. Не потому, что она лично имеет какие-то проблемы с Россией, а потому, что невозможно проводить платежи. То есть, никогда куча проблем. Верс из России не принимает или платежи из России не принимает? В общем, сейчас требованием для того, чтобы заключать контракт на инвестиции, нужно иметь вид на жительство в Европе и счет в банке в Европе. Немножко легче проходит Казахстан, Грузия и Турция. В принципе, это проект внутри ЕСовский и, скажем так, если существует вид на жительство в ЕС и банковский счет в ЕС, то вообще проблем нет. Добро пожаловать. Окей. Такой вопрос. А если ты просто, условно, гражданин Казахстана у нас, вот я вижу, смотрят из Казахстана, из Украины, из других стран, не только из России? Это возможно в случае разовых инвестиций, но это невозможно в случае накопительных программ. Но ты говоришь, что разовые инвестиции в каком-то смысле даже могут быть интереснее? Это зависит от того, какая у человека цель. Если он хочет здесь и сразу получать фиксированный пассивный доход, то разовые инвестиции, конечно же, лучше. Лежит у него, например, 10 тысяч евро. И они лежат у него в банке, не знаю, в Казахстане или в Польше, где угодно. И он не знает, что с ними делать, потому что никаких особых процентов банк ему не платит. Тут он получает в зависимости от суммы от 6 до 8 процентов фиксированной доходности, допряжение 5 лет, год и выплаты каждый квартал. То есть эта сумма начинает приносить некий доход. Я понимаю, что там 6 процентов, 10 тысяч, это 150 евро в квартал или 600 в год. И вовсе какие деньги? Ну и инвестиции не очень большие, скажем. Я совершенно точно знаю, чтобы выйти на доходность в 6 и уж тем более 8 процентов, например, здесь в Финляндии, это еще даже до налогов. Это очень сложно, это практически нереально. Средняя доходность 2-3-4 процента. То же самое, кстати, и Германия. Ну, на самом деле, во многих странах, безусловно, есть результаты и гораздо больше. И совсем уж мой предпоследний, может, последний вопрос, конечно, об этом к тебе и будет. Но давай сейчас немножечко тогда подведем итог. Тем более, что я смотрю, это, видимо, феномен Телеграма. Аудитория все увеличивается, увеличивается, увеличивается. Я поэтому еще раз с удовольствием представлю своего собеседника Эрин Крисенфельд, эксперт по инвестициям в недвижимость. И сам человек, который инвестирует в недвижимость, то есть и обжигался тоже сам, что называется. Да. Тогда все-таки в двух словах. Вот если мы говорим чисто об инвестиционной истории, сохранение и, возможно, буду рад легкому доходу, но главное – сохранить. Представим себе, что мы сейчас не говорим о ситуации, ну, отдельно ситуация для российских инвесторов, помимо всего прочего, находящихся косвенно, по крайней мере, под санкциями. Но есть вот граждане Финляндии, Эстонии, всего мира. Вот сейчас, когда вроде пандемия, как таковая, все-таки в активной фазе отступила, к чему мы пришли и на что нужно обращать внимание? Нужно обращать внимание, в первую очередь, на себя и на свои цели, потому что нет одного прекрасного способа инвестирования или достижения результата. Это всегда очень индивидуально. Я бы, прежде чем задаваться вопросом, куда вложить деньги, я вот, как мы говорили ранее, задумался прежде всего о том, а что будет, если я их потеряю. И вот в зависимости от своей реакции, я бы уже строил свою стратегию. Просто говоря, я готов рискнуть, мне, так сказать, в конце концов, у меня еще полмиллиона лежит под подушкой. Одна история. Это мои последние деньги, если я их потеряю, я не смогу глазах смотреть в своей жене, потому что это деньги, на которые мы рассчитываем в случае не дабил чего произойдет. Значит, соответственно, это другой подход. То есть мы можем варианты инвестируемой разложить в одну-одну линию, в зависимости от минимального риска к максимальному. Мы можем взять счет в банке, который страхуется, например, в России, агентством по страхованию вклада до 1 миллиона 400 тысяч. В Казахстане тоже существуют свои нормы страхования, они существуют и в Европе до 100 тысяч евро и так далее. Вот самый безопасный способ получения пассивного дохода. Деньги лежат на счете, они что-то там приносят. Много ли, мало ли, как-то коррелируется с инфляцией, это вопрос второй. Следующий шаг, мы вступаем в поле риска сразу. Любые инвестиции, что покупка недвижимости, что покупка акций – это всегда риск. В какой степени мы к ним готовы, это всегда зависит. Мы с тобой два разных человека, и ты готов к одним рискам, а я к другим рискам. Мы готовы к разным суммам, к потерям разных сумм, я полагаю. И так далее, и так далее. Огромное количество различий, даже между нами двумя, хотя мы, в принципе, более-менее так одинаково по жизни, похоже плывем. Дети, семья там и так далее. А если смотреть вообще на людей, которых мы даже не знаем, как можно им дать совет, куда инвестировать деньги? Конечно, нужно сначала с ними пообщаться, наверное, или они даже сами себе вопрос, а что, собственно говоря, я собираюсь инвестировать? Насколько эти деньги для меня жизненно важны? А смогу ли я инвестировать сейчас и через месяц еще? Или это единственный мой день? А что произойдет, если, не дай бог, что-то произойдет? Насколько у меня вообще источник водохода сегодня? Один, моя работа, вся семья на моей шее. Да я тогда эти деньги точно никуда не инвестировал. Потому что, не дай бог, что-то произойдет, а мы все под богом ходим. И что будет дальше с моей семьей? Я могу рассказать тебе на три часа истории, когда люди там теряли в мгновение свои деньги и оказывались на обочине. Все вложив куда-то. Это у вас очень хорошо понятно. Ну, хорошо, давай тогда опять. Я понимаю, что неправильно вытягивать тебя живыми. Нет, все-таки скажи куда. Тем более, что ты довольно откровенно уже сказал, что универсальной истории здесь не существует. Но вот, например, опять же, ты сейчас побывал в Испании. Понимаю, что ты не занимался целыми днями инвестиционной деятельностью. Но все-таки какое на тебя произвело впечатление? Вот то, что ты там увидел. Вот, например, опять же, вторая половина этого года. Да какая вторая половина? Начиная даже уже с марта-апреля. Мои знакомые риэлторы испанские говорят о резком росте интереса со стороны, скажем, европейцев. То есть многие начали покупать. В двух словах. Я думаю, что это вопрос, конечно же, к ним, поскольку они видят и спрос, и предложение. Я был в Таревьехе, и там, конечно, сложно пройти по городу, не заметить агентств недвижимости. Там дикое количество, и уровень цен, я видел, там от 50-60 тысяч евро и наверх. Что-то там за эти деньги тоже можно купить. Как это сдается? Ну, наверняка, здесь достаточно сильная сезонность. Мы намучились, чтобы найти приличное жилье в августе. Почему-то это месяц, когда сами испанцы отдыхают, и, в общем, город забит. Я зарекся в будущем ездить в это время в Испанию. Вот. В феврале, в марте, когда погода совершенно замечательная, как-то есть что-то найти. Я думаю, что спрос, конечно, есть. Но, повторюсь, если мы находимся в стране, которая вот на данный момент достаточно сильно дистанцируется, там, по чьей инициативе не буду даже сейчас углубляться от Европы. Действительно, Россия сейчас, ну, скажем так, отделяется достаточно основательно. Покупая недвижимость в Европе, если это действительно ваша цель, я бы все-таки рассматривал варианты, где можно сдавать в долгосрочную. Меньше зависит от людей, которые будут иметь доступ к вашей недвижимости, которые, возможно, не смогут даже добраться в случае чего. Долгосрок, он предполагает все-таки некое... Может быть, меньше заработаете, не будете ее пользоваться. Она будет носить постоянный некий доход с меньшими рисками. Здесь вот недвижимость – единственный вариант, который вы рассматриваете. Не рассматривайте курорт. Возьмите, я не знаю, город, в котором существуют университеты, в котором существуют заводы, в котором существует местная публика. Сдавайте местным. Местные лучше платят, чем туристы. В смысле постоянства, в смысле регулярности. Окей. Ну, и тогда уже самый, наверное, последний вопрос. Тоже вот он поступил от наших авторов. Интересные инвестиции, конечно, не 9-10%, а 20-30-40%, если у вас такие в базе. Твой взгляд на такие цифры. И потом уже от меня может быть тоже маленькая финальная реплика. Это цифры от незнания. Потому что, мне кажется, я сказал, что доходность 8% на капитал. Они говорят, что это в месяц, уточняет человек. Неплохо. Значит, сложно вкратце ответить. В любом случае, когда мы говорим про недвижимость и про пассивный доход, пассивный доход. Слово пассивное часто забывают почему-то. А я у себя на бизнесе делаю 100% в месяц. Замечательно. Дай бог вам здоровья делать и дальше. Если вы отдаете деньги кому-то, чтобы этот человек для вас зарабатывал, он зарабатывал будет в том числе для себя, агентства. Поэтому пассивный доход – это уровень до 8% годовых. Если мы говорим про недвижимость или проект, который связан с недвижимостью. И 8%, поверьте, это великолепнейшая доходность. Эта доходность великолепная по всем параметрам. Не только в недвижимость, но и на фондовом рынке. И речь идет о том, что это пассивный доход и постоянный доход. Тут два слова, которые нужно всегда помнить, когда мы говорим про доходность. Кто-то где-то заработал за неделю 30%, дай бог ему здоровья, и замечательно. Но не будет зарабатывать весь месяц, а в месяц неделю недели. Поэтому сравнивать разовыми всплесками доходности бессмысленно. Нужно смотреть на длинную дистанцию. Нужно мыслить десятилетиями. Вот что хотел сказать. Мыслите десятилетиями, и будет здорово и хорошо. Окей, я тогда для себя тоже позволю небольшую реплику. Собственно, я много общался и продолжаю, дай бог, общаться с компаниями, которые специализируются в том числе на инвестиционной недвижимости. И среди них встречались компании, которые самые успешные, для которых, собственно, и сами активно инвестировали и что-то еще предлагали своим клиентам. Так вот цифры 20, я встречал цифры 20 годовых, даже чуть больше, в Германии. И человек, с которым я общался, сейчас не буду его называть, потому что он неуполномачивал меня на это, но он сказал следующее. Мы предполагали, что наш проект будет успешен, но, конечно, на цифру 20 мы никоим образом не закладывали, и, соответственно, никоим образом мы ее не могли обещать. То есть мы бы радовались, ну, мы считали, и это были немножко иные времена, да, что 8-10 это неплохо, но когда мы получили 20, мы безумно обрадовались, там, с учетом роста капитализации объекта, но, объективно говоря, это никак нельзя было предполагать заранее. Ну, слава богу, мы живем в реальном мире, может быть, потому что... То есть потерять все гораздо проще, чем заработать 20, в этом случае, мне кажется, именно так. И нужно... Можно я скажу маленькое словение? Когда речь идет о доходности, там, в 10 или в 20, сколько угодно процентов, обязательно нужно уточнять, как это считалось. Потому что здесь есть несколько очень хитрых техник, которые позволяют нарастить доходность. Например, я там вложил часть денег, часть взял в банки, потом эта недвижимость, в принципе, выросла, если бы я ее продавал, хотя я ее не продал, поэтому не могу никогда доказать, пока я ее продам, но если бы я продавал, она выросла на 5%, и здесь еще доходность 7%, и плюс еще на банке сэкономили, вот и 20%. Смотрите на расчеты. Расчеты скрывают в себе множество хитростей. Отлично. Ну что ж, дорогие друзья, рад, что наш первый опыт стрима в Телеграме, на мой взгляд, все-таки не вышел комом. Эрик, спасибо тебе огромное, дорогие друзья. Эрик Розенфельд. Ты вообще научишься назвать портфельным инвестором. Ты же не портфельный инвестор, нет? У меня даже портфеля нет. Хорошо. Инвестор, который позаботился о судьбе четырех из своих пяти детей, подарив им кусочки недвижимости, а пятая дочь у него работает в банке, поэтому у нее и так все хорошо. И Филипп Березин, главный редактор портала «Прианру. Недвижимость за рубежом». В следующий раз на нашем стриме мы встретимся в четверг, начиная с 13.00 по петербургскому времени. Будем разговаривать о недвижимости Турции с Александрой Капакчей из компании «Атаберка Стейт». Друзья, спасибо вам большое за внимание. В следующий раз, надеюсь, обойдемся без задержек и сделаем все еще лучше. Эрик, спасибо, друзья, до встречи. Спасибо. Всем спасибо за внимание. Спасибо большое.